Дорогие друзья, я, Виктор Судаков, очень рад приветствовать всех вас. Однажды Иисус сказал, верующий в Меня, если и умрет, живет. То есть получается, что у Бога нет мертвых, все живы. Просто часть живых находится на земле, а часть, и, наверное, уже большая часть, находится на небесах. Часть нашей церкви сегодня уже не с нами на земле, в том числе и служителей. И один из них, это мой очень хороший друг Евгений Галеев, который много-много-много лет стоял рядом, и вместе проповедовал Евангелие, занимался служением по всей нашей Свердловской области, по всему нашему региону. Несколько лет назад он ушел, и он сейчас находится с Господом. И вот 3 сентября у него день рождения, и мы хотим вспомнить его. Не вспомнить, чтобы там поплакать или поностальгировать, а вспомнить, чтобы пережить то благословение, которое Господь давал нам через него, и которое, я верю, продолжает действовать и сегодня. И мы хотим показать вам проповедь, которая была сказана много лет назад Евгением Галеевым о церкви вообще, о предназначении церкви, о смысле церкви. И я верю, что эта проповедь благословит вас. Не только потому, что мы все любили его и будем вспоминать, а и потому, что он Божий сосуд, через которого действовал Дух Святой. И я верю, когда сейчас вы будете смотреть эту проповедь, сила Божья будет касаться ваших сердец. Итак, проповедь Евгения Галеева о церкви. Вначале откроем послание Нового Завета. Это второе послание Коринфянам, вторая глава, и прочитаем 12-13 стих. Апостол Павел пишет. «Придя в Трааду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстие было двери Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Знаете, однажды, когда я читал эти стихи, я остановился, задумался, и мне пришла такая мысль, что вот такое чувство, как будто бы эти стихи, хотя и написал сам апостол Павел, но как будто бы написал не он, а кто-то другой. Потому что, зная характер апостола Павла, вот читая эти стихи, складывается такое чувство, что эти стихи, они противоречат сущности апостола Павла, его характеру, его образу жизни. Почему? Потому что вот каким мы представляем себе Павла. Все христиане знают о Павле, все мы с вами читали его послание, и все мы знаем, что апостол Павел был один из величайших апостолов ранней церкви. Это был один из толпов церкви, который написал большую часть Нового Завета. Однажды в одной из христианских книг я прочитал такое высказывание, что апостол Павел за время своей жизни совершил больше, чем церковь совершила за две тысячи лет. Потому что апостол Павел, это был человек, который всю свою жизнь посвятил делу проповеди Евангелия. После того, как он встретился с Господом по дороге в Дамаск и сказал Господи, что повелишь мне делать, и Бог открыл, в чем состоит его призвание. Он показал ему, что он должен нести благую весть язычникам. И вот с того времени апостол Павел совершал эти постоянные многократные миссионерские путешествия, посещал многие города, насаждал церкви. И в посланиях он часто говорит о том, что для иудеев был как иудей, для подзаконных как подзаконы, но он делает все для того, чтобы спасти по крайней мере некоторых. То есть апостол Павел по духу своему был ловец человеков. Он был апостол, который был послан с благой вестью к другим народам, к язычникам. И он делал это очень эффективно. Да, он сталкивался с притеснениями, гонениями. Он страдал, его побивали неоднократно. Он об этом пишет в своих посланиях. Он находился в вузах, был в заключении не раз, но снова и снова он вставал, и он шел, и он проповедовал. И мы удивляемся вот той силе, которая присутствовала в служении этого апостола. И мы иногда думаем, и мы хотим, Господи, вот если бы такой апостол Павел был сегодня среди нас, сколько, каких бы вещей мы могли достичь. Иногда мы думаем. И вот смотрите, когда мы читаем эти стихи, мы видим, апостол Павел описывает очень интересную ситуацию. Он говорит, что однажды он пришел в Трааду для благовествования о Христе. Он имел цель насадить церковь в этом городе. И он сам свидетельствует о том, что в этот город ему была отверстка дверь Господом. То есть Господь включил для него зеленый свет. И Библия также говорит нам, что если Господь открывает, то никто не может закрыть. Так ведь? И сам Павел часто просит верующих в посланиях, он говорит, молитесь, чтобы Бог открыл мне дверь для благовествования в такие-то и такие-то места. И вот здесь он свидетельствует о том, что Бог открыл для него дверь для благовествования. То есть что это означает? Это означает, что все обстоятельства говорили о том, что в этом городе атмосфера благоприятная для проповеди Евангелия. То есть как это выглядело? Ну, мы не можем так вот, нам трудно предположить, но скорее всего Павел там не встречал сопротивления. Люди были открыты, и Павел это почувствовал, и внутри себя он имел подтверждение от Бога, что это правильное место для него в данный момент. Но вот в этом случае он поступил не так, как он обычно поступал в подобных ситуациях. Вместо того, чтобы начать там служение, он говорит, я не имел покоя духу моему, мое сердце беспокоилось. И я вместо того, чтобы начать там служить, отправился в Македонию. И он здесь упоминает об этой причине, почему это произошло. Он говорит, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. И на первый взгляд нам вот это оправдание кажется непонятным. Ну и что, ты же апостол Павел, в твоем служении так удивительно действует сила Божья. Ты сам свидетельствуешь о том, что твоя проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. И Бог благословил тебя и открыл двери, почему ты не стал там служить. И он говорит, я искал брата моего Тита и не имел покоя духу моему, поэтому простился и пошел в Македонию. Чтобы понять эти стихи, надо немножко знать предысторию вот всей этой ситуации. Я не буду вдаваться в подробности, не буду углубляться, но просто вкратце об этом упомяну. Апостол Павел пишет это, упоминает об этих событиях во время одного из своих миссионерских путешествий. И во время первого своего миссионерского путешествия он посетил Каринф, проповедовал там Евангелие, и там началась община. Там появилась группа христиан. И он учил, он проповедовал, церковь стала расти, укрепляться. Через какое-то время Павел оставил эту церковь, рукоположил, поставил там пресвитеров, служителей и пошел в другой город. И вот когда он совершал это путешествие из одного города в другой, вместе с ним были другие ученики, были его соратники, соработники, такие как Тит. И в одном из городов до Павла стали доходить слухи о том, что Каринфинская церковь стала испытывать определенные проблемы. И об этих проблемах он пишет в своем первом послании к Каринфинах. Буквально в первых главах вы можете об этих проблемах узнать. Он говорит о том, что в этой церкви начались разделения и начались споры. В церкви стали появляться группы христиан, которые стали следовать учениям определенных апостолов. То есть у определенных групп христиан были любимые проповедники. И, например, в Каринфинской церкви была группа христиан, у которых любимым проповедником был красноречивый Аполлос. И эта группа проповедников часто подходила к пастору и говорила, пастор, вот такой есть помазанный служитель Аполлос. Он написал столько интересных книг, благословенных. Вы смотрели его передачи по телевидению? Эти передачи, они так касаются, они так благословляют. Мы думаем, что нам нужно Аполлоса почаще приглашать на служение, конференции, пусть у нас на конференциях проповедуют. В этот момент появлялась другая группа христиан, которые говорили, а что Аполлос? А кто такой Аполлос? Он даже не был среди учеников Господа. Нужно Петра приглашать. И там была группа последователей, такая вот мини-церковь под названием Кифа. Петр, значит, и они, для них авторитетом, вот тогда в христианской жизни был апостол Петр. И они говорили, а что там Аполлос? Но Петр, ведь он получил ключи власти от самого Господа. Вот пусть Петр приходит и проповедует, и проводит конференции. И вот в церкви из-за этого стали появляться раздоры, споры, какие-то недомолвки, несогласия. И апостол Павел, увидя эту ситуацию, упрекает их и говорит, судя по тому, что между вами происходит, я делаю вывод, что вы еще младенцы во Христе. И вам не свойственна твердая пища. Если вы спорите об этих вещах и не можете прийти к единству, это говорит о том, что вы еще младенцы. И он там разъясняет, он дает им решение вот этих проблем. Дальше он описывает очень ужасный сексуальный грех, который произошел в этой церкви. И он говорит о том, что вместо того, чтобы церкви плакать и сокрушаться об этом грехе, некоторые христиане стали хвалиться и даже гордиться тем, что такого греха не было даже у язычников. А у них появился. И вот этим они прославились. И Павел, вы знаете, это так ранило его сердце. Это была церковь, которую он родил, за которую переживал, молился. И вот все эти известия, они так ранили его сердце, что он немедленно пишет им первое послание Коринфянам в таком очень строгом, обличительном тоне. Вы можете его дома перечитать, пересмотреть, вспомнить эту историю. И что он делает? Он вручает это послание своему помощнику Титу. И он говорит, Тит, пойди в Коринф, прочитай там это послание. Я очень переживаю за них. Я пойду дальше проповедовать. И в Трааде мы с тобой встретимся, и ты расскажешь мне о ситуации в Коринфе. И они расходятся разными дорогами. Тит идет в Коринф, Павел идет дальше, и вот он идет из одного города в другой, в следующие города. И перед тем, как прийти в Трааду, он заходит в очень известный город того времени. Это город Ефес. Придя в Ефес, апостол Павел столкнулся с очень сильным духовным давлением. Ефес, это был очень крупный город того времени. Вот у нас с женой несколько лет назад была возможность побывать в Ефесе. Мы взяли путевку в Турцию, и когда узнали о том, что есть экскурсия в Ефес, даже несмотря на то, что ехать нужно было очень долго, мы взяли эту экскурсию, поехали просто ради того, чтобы посмотреть и почувствовать атмосферу того времени. И знаете, вот когда мы приехали в Ефес, на территории Турции, он расположен, когда мы ходили по этим каменным мостовым, вы знаете, мы были просто поражены масштабом этого города, потому что даже по сегодняшним меркам это просто был огромный, огромный город, многотысячный город. Кроме того, в этом городе находилось одно из чудес света того времени. Это был величайший храм богини Артемидии Ефесской, потому что весь город прославлял и поклонялся богине Артемидии, богине плодородия. И когда мы были на экскурсии, нас привезли вот на это место, где находился храм этой богини Артемидии. Храма не осталось, было землетрясение, он был разрушен, но было видно, что это было действительно грандиозное сооружение. То есть не случайно это было одно из чудес света. Огромные колонны, и многие паломники, многие туристы приезжали туда, вот в Ефес, в то время поклониться богине Артемидии. Даже сегодня там, возле этого места, местное население продает статуэтки богине Артемидии, богине плодородия. И вот представьте, этот огромный город, это чудо света. Со всех мест Востока, с разных стран, с разных городов, паломники стекаются туда, чтобы принести жертвы этой богине, чтобы приобрести там эти картины этого храма, купить эти статуэтки. То есть город, казна города, городская, да, получает огромную прибыль за счет этого, за счет туризма, за счет паломников. И вот в этот город приходит апостол Павел, который начинает проповедовать о другом боге, о бестинном боге. О боге-творце, об Иисусе Христе. Он говорит о том, что Артемида не является богом, является идолом. И представляете, когда он начинает служить, то часть людей обращается ко Христу, и там в Ефесе появляется группа верующих. Кроме того, проповедь Павла имеет очень сильный эффект, верующих становится больше и больше. И моментально слух о первой церкви там в Ефесе доходит до городских властей. Эти поклонники богини Артемиды устраивают целый мятеж на городской площади. Об этом очень хорошо написано в книге «Деяния апостолов». И дело доходит до того, что апостола Павла вызывают к властям, ему строго приказывают прекратить свою проповедь, его бросают в темницу, его чуть ли не побивают там камнями, и после этого его просто выдворяют из Ефеса. И выйдя из Ефеса, апостол Павел направляется как раз в Трааду, где он должен был встретить Тита. И вот представьте состояние этого апостола. Он идет, и он знает, что в Коринфе проблемы. В других церквях тоже христиане подвергаются гонениям, преследованиям. Здесь, в Ефесе, все было так успешно, но вдруг закончилось вот так неприятно, его выгнали из города, и он переживает за эту первую группу христиан, которые остались без наставников. И вот он, уставший, истощенный, приходит в Трааду и ждет новостей из Коринфа. И он ждет один день, Тита нет. Он ждет второй день, Тита нет. Снова Тита нет. И разные гнетущие мысли начинают посещать его разум, и он начинает думать, неужели и Тит поддался влиянию Коринфян, неужели опять появились какие-то трудности и проблемы, и будучи не способен вот со всем этим справиться, он не может начать там благовествовать. Он не чувствует рядом поддержки. Ему нужен был в этот момент какой-то человек, который бы его поддержал, с которым бы он чувствовал духовное единство. И вот не найдя рядом с собой этого человека, он отказывается служить и отправляется в Македонию. И вот в этой ситуации, смотрите, дорогие, мы видим апостола Павла уже немножечко в другом свете. Мы видим апостола Павла как обычного человека, который подвержен слабостям, немощам, утомлению. И вот после того, как он ушел и пришел в Македонию, и потом он уже написал второе послание Коринфянам, которое мы с вами сейчас читаем, и вот уже в седьмой главе, смотрите, уже в седьмой главе, после того, как он пришел в Македонию и встретил там Тита и пообщался с этим служителем, он написал второе послание этой церкви, но это послание, оно уже отличается характером, оно уже отличается настроем. Смотрите, что он пишет, четвертый стих о Коринфинах. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами». Чувствуете, да? Разные отношения. «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог утешающих смиренных утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался». И так далее. И вот здесь он сам еще раз свидетельствует о том, какие чувства он переживал. Плотнее имело покоя, от вне нападения, внутри страхи. Не было веры, надежды, страх, боязнь. Но все изменилось, когда из Коринфа пришел Тит, который принес нам слова ободрения и утешения. И Павел свидетельствует о том, что Тит оказался вот таким человеком, после которого, пообщавшись с которым, апостолу Павлу снова захотелось расправить крылья. Ему захотелось снова продолжить служение, продолжить благовестие. И Тит оказался человеком, который принес ему вот это утешение от Бога. Он сказал, возможно, «Павел, я был в Коринфе, я читал твое послание, и у меня есть хорошие новости для тебя. Когда я его читал, я чувствовал, как люди приняли это, как слово от Бога. И когда мы стали молиться, я ощутил, как Дух Божий касался людей, и они осознали, что были неправы. Они стали плакать и рыдать, и раскаиваться за этот ужасный грех, который они допустили. Они стали молиться о единстве. Раскол прекратился. Эти разделения, которые были в церкви, они ушли. Слава Господу, церковь объединилась. И, конечно, ты их своих посланием опечалил, но эта печаль привела их к ревности по Богу. И когда Павел услышал вот эти слова ободряющие, знаете, для него это было, как бальзам, как елей. Это вдохновило его на новые подвиги веры. И вот когда читаешь Новый Завет, читаешь вот эти истории о первых христианах, особенно вот о служении Павла, то, знаете, вот замечаешь такие моменты, что вот с апостолом Павлом, апостол Павел служил не один. С апостолом Павлом была целая команда, то есть были люди, которые, возможно, не написали каких-то посланий для нас, но которые сыграли какую-то важную и ключевую роль в жизни этих служителей. Ну, представьте, если бы рядом с Павлом не оказалась в тот момент Тита, то, возможно, Павел бы закончил свое служение, но, слава Богу, рядом с Павлом были такие служители, были такие братья, которые даже самого апостола Павла ободряли, и он в этом нуждался. И, знаете, вот эти истории, они говорят нам о том, что вот каждый из нас нуждается в ободрении и поддержке. В первую очередь, раз здесь говорится об апостоле Павле, я хочу сказать, что в первую очередь, конечно, здесь речь идет о наших лидерах, о наших служителях, которые нам служат, которые идут впереди. И Писание постоянно говорит нам о том, что эти люди, они также нуждаются в ободрении и утешении, как и каждый из нас. Так ведь? И иногда нам кажется, что эти люди, которые стоят на сцене и служат нам, как, например, там пастор Виктор, это всегда люди такие духовные супергерои, что ли, это такие духовные супермены, которые не способны разочаровываться, подвергаться каким-то сомнениям, там, не знаю, отчаянию, унынию. Но Священное Писание показывает нам множество примеров. Например, пророк Илья, это известный пророк Ветхого Завета, в служении которого были потрясающие чудеса, но который был тоже подвержен определенным немощам. И однажды эта телеграмма от царицы Изавели так его ранила, что он лежал уже под можжевеловым кустом и просил смерти, и говорил, Господи, уже все, время настало, забери меня к себе. Но Господь ободрил его, он послал ему ангела, который принес ему кувшин с водой, лепешки, чтобы он подкрепился. И вот Писание говорит нам о том, что мы все люди и мы нуждаемся вот в такой помощи друг о друге, в молитвах, да? Очень важно, чтобы после того, как пастор проповедовал, ты подошел и сказал, пастор, даже если пастор, не знаю, недоволен своей проповедью, но ты подошел и ты сказал, пастор, сегодня была такая благословенная проповедь, она так коснулась меня. Это слово было как раз для моей ситуации. И знаете, вот казалось бы, мелочи, да? Но это так важно. Или молитвы, да? Какая-то поддержка. Вот об этом здесь идет речь. И, конечно же, здесь речь идет о наших взаимоотношениях друг с другом. Посмотрите, апостол Бог не послал для апостола Павла ангела. Вот в эти рождественские дни мы очень много слышали с вами про ангелов, да? О том, что Виктор проповедовал, помните, о том, что когда ангелы приходят от Бога в нашу жизнь, они часто приходят с этим посланием «Не бойся!» «Не бойся!» Они приходят, чтобы ободрить нас, укрепить нас. Ангел пришел к Гедеону и сказал, ты муж сильный. Ангел пришел к пророку Илии. И мы так думаем, вот здорово было бы, чтобы однажды и мне ангел явился в моей ситуации, когда я не знаю, какое решение принять, какой путь избрать. Вот бы пришел посланник от Бога, который внес ясность, укрепил бы меня, ободрил и сказал, все правильно, продолжай верить, продолжай молиться и следуй этим путем. Мы хотим этого, но в данном случае Бог не послал Павлу ангела, Он послал Тита, да? И хотя Слово Божье говорит, что Дух Святой является Духом-утешителем, и мы в нашей тайной молитвенной комнате можем переживать утешение Духа Святого, тем не менее, каждый из нас, мы можем быть друг для друга вот этими ангелами, или вот как Дух Святой, принося слова ободрения и утешения. Когда христианин приходит в церковь, он знает, что на этом месте он может встретить брата или сестру, которая поддержит его, и он не будет чувствовать себя одиноким, оставленным, брошенным, никому не нужным. Он знает, что это семья. Он может прийти, рассказать о своей проблеме, поделиться своими переживаниями, и он знает, что его правильно выслушают, его правильно поймут, за него помолятся, поддержат. Или если он по каким-то причинам не может посещать собрание, он знает, что найдется такой ангел, который навестит его, который поддержит его, и скажет, ничего, не сдавайся, не опускай руки, мы вместе пройдем эту долину плача. Давайте откроем второе послание Тимофею, первая глава. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим чанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». И вот еще один человек, о котором ты, может быть, даже раньше и не слышал, читал послание Павла, ну, и пропускал, а оказывается, этот человек, он тоже очень важный вклад внес в служение апостола Павла, потому что когда Павел был в Риме и находился в темнице, и был в нужде, Анисифор, узнав о том, что Павел находится в ужасных условиях, стал его искать. У него не было информации. Рим – огромный город, много тюрем, где полно сбежавших рабов, заключенных, и он потратил время, не знаю, взял отпуск, но стал ходить из одной тюрьмы в другую, спрашивать, есть ли здесь Павел, и он искал. То есть это требовало определенных сил, определенных вложений, но Павел свидетельствует, что он с великим тщанием, то есть с огромной настойчивостью, ревностью, тщательностью искал и нашел Павла и принес ему медикаменты, может быть, принес ему какую-то помощь и поддержал его. И он упоминает, что в Ефесе, вот в той ситуации тяжелой, он также служил этому человеку. И вот такие примеры, знаете, это вот как вызов для нас. А я веду ли себя, как Анисифор в подобных ситуациях, когда я знаю о том, что мой брат или сестра находятся где-то в нужде, насколько я проявляю вот эту ревность, насколько я проявляю настойчивость, чтобы найти этого человека. Да, я знаю человека, который был в церкви, посещал, пришел несколько раз, потом ушел, ходил на нашу домашнюю группу, но теперь его нет. И как я, проявляю ли я вот это великое тщание? Может быть, стоит позвонить, может, стоит смс-ку написать, письмо написать, как-то его навестить, может, у него какая-нибудь проблема, может быть, нужно помолиться за него. Но вот этот пример тоже один из ярких примеров того, как мы должны поступать в подобных ситуациях, воспринимая друг друга как брат и сестра. И вот задумайся, очень хороший такой урок для нас, поступать так же, как Анисифр, поддерживать, помогать, покоил, многократно покоил, то есть не один раз это было, многократно покоил, то есть ободрял и не стыдился уст моих. И Павел говорит о том, что, возможно, для него это было не очень удобно, и человек мог испытать какое-то стеснение, да, неудобство, служить Павлу, потому что апостол Павел в то время не был такой значимой фигурой. Это сегодня для нас Павел, величайший апостол, а он говорит о себе, мы ссор для этого мира, мы мусор. Люди воспринимают нас как ничто. И вот этот человек не постыдился, пришел и ободрил, и поддержал. Есть еще одна история, она мне тоже очень нравится, в книге «Деяния апостолов», 27 глава, в 3 стихе, здесь тоже Павел говорит о том, что во время плавания на корабле они остановились на одном из островов, пристали к Сидону, и вот местный начальник острова Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием, и воспользоваться их усердием. Павел остановился в Сидоне, и он знал о том, что в этом месте есть группа друзей, группа христиан, и когда он пришел, навестил этих верующих, то здесь так вот подмечено, что он позволил воспользоваться их усердием, то есть они ему оказали усердную помощь, они не приняли его просто вот так равнодушно. Павел, да, еще один проезжий христианин. Павел, ты куда? А, ты вот в тот город, да, мы слышали, ты там куда-то путешествуешь в другое место. Ну, слава Богу, помолились, благословили, все, отправляйся дальше. Но они приняли этого, они приняли этого служителя и, смотрите, оказали усердие, то есть они какую-то явно помощь ему оказали, гостеприимство, и он это подмечает в деяниях апостолов. И вот это то, что отличало первых христиан, вот это любовь к страноприимству, принимать странников, поддерживать нуждающихся, помогать, ободрять, молиться друг за друга. Я вот до сих пор помню, что когда я уверовал, моя жена рассказывала мне, что она уверовала, это было начало 90-х годов, она уверовала, нашей церкви тогда еще не было, это была просто группа студентов, группа верующих, и вот когда она уверовала, она была студенткой, вернулась домой, в Верхнюю Туру, там у нас не было церкви на тот момент, но в Нижней Туре, небольшой городок, недалеко, была церковь. Эта церковь там очень давно существует, еще с советских времен, церковь была подпольная одно время. И как христианка, чтобы посетить воскресное служение, чтобы как-то вот иметь общение и поддержку духовную, она в воскресенье утром поехала специально в эту церковь, и вот я до сих пор помню, как она рассказывала мне о том, какими гостеприимными были те христиане, как они благословили. То время было очень тяжелое, материальное, и она говорит, что у них была большая семья, и она мне говорит, что когда она приехала в ту церковь, ее так выслушали, спросили, кто она, откуда она, узнали, что большая семья, там благословили очень много одежды для братьев и сестер, и она приехала вот с этим благословением в семью, и была такая, ну, счастливая, и говорит, что вот я тогда ощутила вот эту настоящую христианскую любовь между верующими. Я вот до сих пор запомнил этот пример. И знаете, я это говорю для того, что вот сегодня, да, время, конечно, меняется, сегодня есть возможность открыто проповедовать, мы можем открыто собираться, и, знаете, не хочешь, чтобы вот в 21 веке, вот в наше время, особенно вот в нашем городе, в Екатеринбурге, где ритм жизни очень высокий, да, церковь не превратилась вот в такое собрание деловых людей, потому что иногда такое в современных церквях можно ощутить, что церковь – это вот такой клуб деловых людей, что ли, все приехали, все вот так четко по расписанию, прославлению, проповедь, все время собрания уже известно, когда заканчивается, все собрание закончилось, некоторые уже не дождались объявлений, побежали в гардероб, взяли одежду, все быстренько, все разбежались, приехали, собрались, услышали, что-то получили для себя и разъехались. И вот за всем этим теряется что-то очень и очень важное. И вот когда задаешь христианам современным такой вопрос, вот что в твоем понимании «сильная церковь»? Вот что ты, вот какой образ у тебя возникает при слове «сильная церковь»? И ответ всегда один, да? «Сильная церковь», «сильная большая церковь», «многотысячная церковь», «там такое прославление», «там столько музыкантов», «там такие программы», «там такие концерты», «там телевидение», «сильная церковь», «передача на телевидение», «огромный книжный стол», «миссионерская работа». То есть вот что такое. То есть это прежде всего, что внешние какие-то показатели, внешние характеристики. Вот для нас церковь сильная, свое собственное здание, сильная церковь, огромное пожертвование, сильная церковь. То есть нечто вот такое внешнее. Но вы знаете, сила церкви, она не этими внешними вещами определяется. Церковь может быть большой и очень рыхлой, и очень слабой. Сила церкви в другом, сила церкви вот в крепости этих взаимоотношений между нами. И практика показывает, что когда церковь сталкивается с гонениями и трудностями, и вдруг воскресные собрания заканчиваются, и верующим нужно теперь собираться по домашним группам где-то, да, вот там и проверяется сила церкви, там и проявляется настоящий христианский характер. И как правило, в начале церковь вроде бы казалась сильной и большой, но трудности и притеснения показали, что на самом деле церковь-то и не была сильной и крепкой, потому что после этих проблем от верующих осталась небольшая горстка людей. Сила церкви в другом, в крепости вот этих взаимоотношений между верующими. Очень важно, чтобы человек, который приходит на собрание, он не испытал, чтобы не почувствовал себя вот в сообществе таких деловых людей, которые пришли, каждый получил что-то для себя и все разошлись по домам. Но чтобы нашелся человек, который проявил интерес, узнал, а как тебя зовут, а откуда ты, а ты первый раз у нас на собрании, а здорово, может есть вещи, за которых нужно помолиться, просто поговорил и как-то заинтересовал этого человека. И вот это очень дорогие и очень важно. И вот в конце уже я хочу снова вернуться во второе послание к Оринфинам, но уже в первую главу. И вот здесь, смотрите, в первой главе апостол Павел начинает это послание, второе послание к Оринфинам, смотрите, с целой проповеди об утешении. То, что он пережил от Тита, он захотел этим поделиться с церковью. И у него родилась целая проповедь об утешении. И он говорит, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. И вот здесь апостол Павел говорит об очень важной, очень важной вещи в нашей жизни, такая как утешение. И он по сути говорит о следующем. Он говорит, что пережив скорби и притеснения во время этого путешествия и встретившись с Титом и получив от него слова ободрения и поддержки, он вдруг в одно мгновение Духом Святым ему было открыто, почему вот все это с ним до этого произошло. Он вдруг понял, что Бог не случайно допускал вот все эти ситуации и в Ефесе, и в других городах. Вдруг ему открылась эта удивительная воля Божья, потому что в этот момент он пересмотрел свое отношение к Коринфянам и он увидел, что на самом деле проблема, она не просто в этих людях, проблема духовная, дьявол ополчается, дьявол пытается церковь расколоть, разделить, посеять вот этот грех, уничтожить церковь Божью. И эта церковь так же, как и он, сталкивается с трудностями, с гонениями, притеснениями, и им так же непросто выстоять в этом языческом мире, и вдруг он понимает, что вот то, что он получил от Тита, это утешение, он должен передать этой церкви. И он пишет это второе послание Коринфянам, которое тоже было прочитано там, и которое для нас сегодня, которое вошло в Новый Завет, и является для нас сегодня тоже величайшим утешением. Павел говорит, Бог это сделал, чтобы, получив это утешение, я мог утешить других, которые оказываются в похожих ситуациях. И вот знаете, в этом удивительный ключ, секрет крепости, секрет силы церкви. Это когда мы, каждый из нас, проходя трудности и испытания, и потом, получив ободрение и укрепление через проповедь, не знаю, лично от Бога, через чтение слова, может этим утешением поделиться с тем человеком, который проходит похожую ситуацию. Вот сегодня очень много есть возможностей слышать Евангелие, есть масса христианской литературы, есть христианское телевидение, есть чудесные проповеди, которые мы можем слышать, и все это нас наедает и ободряет. Но знаете, вот судя по опыту, я замечаю, что самые лучшие слова ободрения ты получаешь от того человека, который прошел то же самое, что проходишь на данный момент ты. Так ведь? И это так здорово, когда вот в церкви есть люди, которые проходят определенные испытания и которые могут дать тебе какой-то совет и помочь и поддержать тебя, потому что в твоей жизни очень похожие ситуации. И вот такие слова ободрения и утешения являются самым лучшим лекарством, самым лучшим целительным бальзамом для нас. И вот это утешение где ты можешь найти в своей семье среди своих братьев и сестер в своей же собственной церкви. Вот поэтому апостол Павел и говорит, когда вы собираетесь вместе там на домашних группах общаетесь, он говорит о важности таких встреч, и он говорит, если у кого-то есть псалом, есть там стих, есть свидетельство, все это добудет к назиданию. Очень важно, чтобы христиане в церкви имели вот это общение между собой. И, к сожалению, вот часто замечаешь такие вещи, что вот верующие вроде бы очень давно посещают одну и ту же церковь, много лет, а потом вдруг каким-то образом их пути пересекаются, и там, не знаю, они знакомятся, и они вообще удивляются, что оказывается рядом с ним был такой благословенный брат или сестра, и которая оказывается может быть таким благословением и поддержкой лично для тебя. И вот думаешь, так жаль, что этого не произошло раньше. И вот я хочу призвать вас сегодня, чтобы мы молились, да, вот чтобы в этом новом году служения нашей церкви, вот этих взаимоскрепляющих связей между нами было больше и больше и больше, чтобы действительно наша церковь, она была сильна, она была крепка вот этими взаимоотношениями братства, любви между нами. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования, возможно, всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт Нью Лайф в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова